Айрат Гельмедзинов отправился в супермаркет в нетрезвом виде, где украл колбасу, а затем попытался скрыться. Когда продавцы сделали преступнику замечание и попытались остановить, он начал крушить прилавки и оскорблять персонал. А затем снова попытался покинуть магазин. Остановить беспредел смог только грузчик Алексей Скоробогатов, который был единственным мужчиной в магазине. Он попытался вернуть Айрата Гельмедзинова на место преступления. Однако он, Гельмедзинов, достал из своей одежды большой охотничий нож и, угрожая данным ножом, забежал уже за убегающими от него продавцами и Скоробогатовым обратно в магазин. Грузчик попытался обезвредить преступника, но получил удар в левую часть груди. Несмотря на ранение, он смог вырвать нож у Гельмедзинова и блокировал его движение до приезда группы реагирования. Благодаря работникам скорой помощи Алексей Скоробогатов выжил. Айрата Гельмедзинова в суде признали виновным в покушении на убийство, а также назначили наказание. Отбывание 6,5 лет в колонии строгого режима. Ранее у мужчины также были судимости. В наше время безопасный поход за покупками не должен быть счастливой случайностью. Однако случаи воровства, разбоя и нападения на людей довольно часто происходят в ульяновских магазинах. Например, в Засвиярском супермаркете группа парней разбила входную дверь. А совсем недавно в Заволжском районе один из покупателей намеренно опрокинул витрину с алкоголем. Надолго в памяти жителей города останется поножовщина на водопроводной, которую устроила экс-модель из Ульяновска. Она напала на одну из продавщиц и несколько раз ранила ее ножом. Тогда охраны в магазине не было, что очень опасно, хотя и не противоречит законодательству. На сегодняшний день законодательством не предусмотрено, что владельцы торговых центров обязаны осуществлять охрану своих торговых центров. Из-за частых происшествий проблемы сильно беспокоят ульяновцев. Многие считают, что наличие охраны в магазинах и торговых центрах должно быть обязательным требованием к владельцам бизнеса. Я считаю, нужно обязательно, потому что ходят много, воруют. Обязательно нужно, чтобы охранник всегда на кассе смотрел за камерами. Это в их интересах охранять и защищать свое имущество и обеспечивать нормальные условия предоставления услуг. Я думаю, что пока на современном уровне – да. Потому что, вы знаете, обстановка очень сложная, контингент разный. Поэтому у нас сейчас общество пока не готово жить в мире, дружбе и в согласии. По словам юристов, официальный вопрос пока не обсуждается. Но специалисты не исключают, что уже разрабатываются новые законопроекты по требованию к безопасности торговых помещений. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Александр Кудряшов. Улправдотова.